Многокилометровая пробка растянулась сегодня в Лазаревском районе. Причиной стала упавшая фура. Канализацию взяли под контроль, а честные сооружения нескольких поселков перейдут в муниципальную собственность. В гости к детям отправились российские хоккеисты. Участники Кубка мира подарили оборудование для реабилитации. Учителя оторвались на тарелках. Снять стресс сегодня смогли педагоги трех сочинских школ. Сегодня утром многокилометровая пробка протянулась в сторону Туапсе. Причиной стало ДТП между Дагомысом и Лао. Там перевернулась груженная фура. По сообщениям очевидцев, водитель не справился с управлением на крутом повороте. Машина перевернулась и упала в кювет. К счастью, никто серьезно не пострадал. А честные сооружения сразу нескольких поселков Лазаревского района перейдут в муниципальную собственность. С темы сегодня обсуждали на совещании при главе города. А честные сооружения в Аше, в Ордане и Солоняках сейчас находятся в частной собственности. В Аше, например, сети давно изношены. Компания, которой принадлежат очистные, деньги в их обновление не вкладывает. Сооружениям нужна срочная реконструкция. Возможно, вообще придется строить их заново. А в ЛАУ и вовсе есть неучтенные объекты водоотведения. А честные сооружения во всех четырех поселках будут переданы на баланс водоканала. Муниципальное предприятие уже подтвердило свое согласие. Администрация города и района совместно с депутатами и водоканалом составили дорожную карту по каждому из объектов. Так действительно сложилось, что водоканал вынужден после каждой аварии принимать меры. Вот, де-факто уже эксплуатируют водоканал, потому что частник просто-напросто показал свое бессилие. Сети эти недолжным образом эксплуатировались. И, по большому счету, хозяева начали говорить о том, что они не в состоянии их содержать. Поэтому появилась необходимость сети принять муниципальную собственность и передать в эксплуатацию МУП «Водоканал». МУП «Водоканал» полностью обследовал все предложения. И сегодня мы говорим только об одном, что есть дорожная карта, которая предполагает, что все сети Лазаревского района должны быть переданы МУП «Водоканал» на обслуживание уже до конца этого года. Это значительно улучшит качество работы системы водоотведения и очистки канализационных стоков в этих поселках. И к другим новостям. Кубанский опыт завершения долгостроев поддержат на федеральном уровне. Вице-премьер Виталий Мутко и губернатор Вениамин Кондратьев осмотрели проблемные объекты региона. В администрации региона также разработали дополнительный механизм поддержки обманутых дольщиков, благодаря которому люди смогут гораздо быстрее получить ключи от квартир. «Ой, какая шикарная квартира!» «Зашпаклевана уже. Здесь мы встроенный шкаф сделаем, я так думаю. Будет шикарно. Потолки натяжные сделаем». Альберт Гюлумян делится планами будущего обустройства квартиры с новоиспеченной соседкой. Уже выбрана плитка для ванной комнаты и обои для кухни. Но кажется, он до сих пор еще не может поверить, что это его собственные квадратные метры. Слишком долго их ждал. Около 15 лет. Строительство жилого комплекса «Феникс» бывшего ЖК «Изумрудный» началось еще в 2003 году. Компания «Стройинтеркомплекс» собрала с дольщиков деньги, начала возводить дома. Но спустя два года работы на объекте приостановились. «Пять лет вообще строительства не было. Пять лет вообще стройка была глухая. Она заморожена полностью была, а потом пошло и пошло. Нашлись инвесторы». Один из старейших долгостроев Краснодара сегодня в рамках рабочей поездки посетил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Вместе с губернатором края и мэром кубанской столицы. Люди, которых же личный вопрос довел до отчаяния, наконец-то получат ключи от своих квартир. Это стало возможным благодаря краевому закону о защите прав дольщиков и поиску нового инвестора, которому предоставили компенсационный участок. Два многоэтажных дома вот-вот будут сданы. «Здесь никаких денег. Инвестиционные участки были получены инвесторам. Это вот эти два литера у нас стоят». «Он за счет этих двух домов достроил эти?» «Вот как-то надо здесь механизм ваш поизучать, посмотреть. На самом деле, потому что если этот механизм где-то работает, его нужно сохранять. Не все за бюджетом мы не достроим». «Есть вопросы, которые просто требовали системного подхода и разрешения. Объем большой, обманутых дольщиков, но когда создали комиссию, когда в ручном режиме начали подходить, то везде алгоритм решения есть. Дешевый он, либо дорогой. В этом вот принципиальная разница. Но то, что везде решения есть, это 100%. И сегодня мы системно СТЕПСЕМ, на сколько мы, около 7 тысяч людей за два года убрали из числа, и примерно даже более 7 тысяч людей убрали из числа обманутых дольщиков. Все, за два года они ушли». Решение найдено и еще по одному проблемному объекту – ЖК «Белые паруса». По вине прежнего застройщика из четырех литеров началось возведение лишь одного. Однако дом был достроен лишь до седьмого этажа. В 2015 году работы полностью прекратились. Сегодня за объект взялась новая компания. Изменилось и название комплекса «Фрэш», а также было принято решение сокращения площади застройки. Количество подъездов не соответствовало нормам водного кодекса. Новый проект жилого комплекса Вениамин Кондратев показывает вице-премьеру. «Я занял четкую и жесткую позицию убрать эти дома, чтобы сделать набережную. Набережная должна быть в Краснодаре. Это украшение не только города, это любого микрорайона цело. Соответственно, да, срезанные два... Поэтому здесь мы убрали, причем тоже была заминка, убрали дома, которые прилегали к воде. «Вы сейчас вы меняли план планировки территории?» «Абсолютно». «Вообще, в принципе, надо и вмешиваться в эти процессы». «Правильно, он сейчас вмешался, а в некоторых субъектах не вмешивается. Застроит дом в дом роскошная территория людям». «Но ведь вопрос только не то, что жилье построить. В этом же жилье еще жизнь должна поселиться в этих микрорайонах. А как, если есть возможность сделать набережную, если река и не сделает набережную? Я считаю, это просто убить потенциально тот комфорт жизни, который здесь может быть. Поэтому, да, долгие были переговоры с застройщиками, безусловно. Долгие в целом переговоры, в том числе и с дольщиками, которые уже понимали, что... Хотя они же понимают, что набережная будет украшением и их жизни. Поэтому это все переговоры, но они увенчались в успехе». На протяжении последних трех лет проблемы дольщиков решаются планомерно. Составлен реестр долгостроев, для них ищут инвесторов. Мениамин Кондрасев также рассказал Виталию Мутко, что достраивать объекты будут за счет фонда. Его сейчас создают благодаря изменениям в федеральном законодательстве. В первую очередь речь идет об инвестиционно непривлекательных домах. На то, чтобы их закончить, понадобится более трех миллиардов рублей. И здесь не обойтись без поддержки федерации. Все продано, деньги собраны, Снежная королева растает. В Краснодаре вот эти самые проблемные дома. Основные проблемные дома, на которые мы просим вашу поддержку, это Снежная королева, Иван Дамария, дом Романовых и Парушная регата. Принцип один. Дома лишены даже малейшей инвестиционной привлекательности. Это только дополнительные средства, либо бюджет объединционный, либо какие-то комиссионные должны быть референции. Но в любом случае сегодня краю сложно на такие объемы, конечно, самостоятельно их найти. Поэтому мы просим поддержки вашей, чтобы федеральный центр... Нет, я почему и спрашиваю вас. Это самый острый. Вот вы бы, если бы, условно, вам дали сейчас какой-то рисус, с чего бы? Вот с этих вы и начали. Высотка прямо напротив городской площади Краснодара. Еще один проблемный дом. Свои квартиры здесь ждут более 300 дольщиков. То, как такая свечка могла в принципе появиться в самом центре города, вызывает негодование. 24-этажный дом без всякой социальной инфраструктуры, коммуникации и даже парковок. Рядом начали возводить точно такую же. Объект действительно сложный, говорит Виталий Мутко. Для решения его проблемы нужно рассмотреть несколько механизмов. В данном случае дольщикам предложили выплатить компенсации по рыночной стоимости. Мы перешли на новую модель. Наша задача сегодня достроить проблемные дома. И государство впервые выделяет деньги на это. Мы никогда не выделяли. Вот он выделяет. Может, единственный из всех субъектов Российской Федерации. Городостроительную политику края обсуждали уже на отдельном совещании. С начала года на Кубани введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. А это почти половина от необходимого объема. Но количество не должно отражаться на качестве, напоминает вице-премьер. Виталий Мутко отметил, что при разработке нового генерального плана Краснодара нужно учесть ошибки прошлого. Если строить дома, то социальной инфраструктурой и приемлемой ценой за квадратный метр. Каждый проблемный дом, конечно, кто-то разрабатывал градостроительную документацию, кто-то давал разрешение. Мы сейчас были в доме, но как можно в жилом микрорайоне, извините, таком. Это как построить 25-этажный дом. Кто-то же дал разрешение. Но самое главное, значит, наша задача с вами не оглядываться уже назад. Люди так рассчитывают, что мы все эти проблемы урегулируем. И вот эта сложившая ситуация, конечно, она должна быть, ну, скажем, снята, что больше таких вещей не допускалось. Были нормальные градостроительные планы, нормальные планы планировки территории, заранее с гражданами согласованы. Такие разрешения тыкать, ну, зачем нам в поле 25-этажный дом или там кругом индивидуальная жилищная застройка, там, ну, как это все, в центре города, там, такие дома. Будем вас поддерживать в этом вопросе. Мы вас во всем в этом будем поддерживать, потому что вы очень многое строите. Я думаю, что для нас сегодня принципиально важно все-таки идти по пути, если уже завершать тему обманутых дурщиков, все-таки того алгоритма, который вы обозначили, то есть создание фонда и, собственно, краевого. Мы в сентябре на сессии ЗАГС-собрания получим согласование, в течение месяца мы его создадим. Но я думаю, что напрямую с федеральным фондом можно сегодня уже отключить соглашение и, не останавливаясь, максимально приступить к реализации тех задач, которые, в том числе, обозначил Виталий Иванович. Избавляться надо не только от понятия обманутые дурщики, но и аварийного фонда. На совещании также обсудили ход расселения жителей из ветхого жилья. На эти цели до 2024 года предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Тему, которая сегодня волнует многих кубанцев, обсудили на совещании по исполнению национальных проектов. Заседание провел губернатор Краснодарского края. Один из вопросов – безопасные и качественные дороги. В текущем году по этому направлению реализация программы уже превысила 90%. Благодаря эффективной работе из федерального бюджета в регион было направлено дополнительное финансирование. Венемин Кондратьев отметил, что за выполнение национальных проектов на Кубани чиновники несут персональную ответственность. Более 13 миллиардов рублей на наш край пришло на национальные проекты только на этот год. Так вот, коллеги, я вам всем говорю, как я требую, чтобы на краевые проекты, на региональные проекты, ничего в бюджет и средств, выделенных из регионального бюджета, ничего не должно быть возвращено. Все должно быть освоено. Такие все деньги, которые нам выделены из федерального бюджета, более 13 миллиардов рублей, все должно быть освоено. Сроки по всем направлениям, которые зависят от нас, от наших коллег на краевом и муниципальном уровне, должны быть максимально сжаты. Люди ждут. Не наших сроков, прохождения документов по нашим кабинетам, а ждут реализации того, о чем мы говорили, частности национальных проектов в жизни, в реальной своей жизни. Поэтому все сегодня алгоритмы, которые были когда-то, сколько документов должен отряжаться, коллеги, это все же все забыли. Еще раз подчеркиваю, нашими чиновничьими алгоритмами, а попросту препонами, как люди называют, жизнь мы остановить не можем. Для реализации национальных проектов на Кубани разработаны 45 региональных, по 11 направлениям, от сохранения экологии до строительства социальных объектов. Так в Краснодаре, благодаря госпрограммам, появятся три школы и четыре детских сада. Хорошие темпы набрали и проекты, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. При этом важно, чтобы бюрократические проволочки не мешали выполнению поставленных задач. Хотела обратить внимание и предложить кураторам и руководителям региональных проектов проводить совместные заседания с представителями УФАС по Краснодарскому краю и совместно обсуждать проблемы реализации проекта в части закупок. Это позволит минимизировать жалобы в процессе торгов, а также сроки их рассмотрения и устранения замечаний. А вы знаете, давайте это сделаем не предложением. Подготовьте проект поставления губернатора, где предложу УФАСу, понятно, это федеральный орган, тем не менее, в рамках реализации национальных проектов стать с нами единым аппаратом. Не взирая ни на какую ведомственную подчиненность и принадлежность, мы должны образовать один общий сплоченный орган, такую одну большую команду, нацелены на реализацию национальных проектов. Есть, значит, так точно. Исполнение национальных проектов рассчитано до 2024 года. Однако растягивать их реализацию не стоит, обратился к главным городов и районов Вениамин Кондратьев. Ведь конечный результат совместной работы – это улучшение качества жизни людей. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 28 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Цифровые лаборатории, интерактивная библиотека и даже собственный скалодром. Школа на 1550 мест по улице Байбакова в Краснодаре откроет свои двери уже 2 сентября. Перед началом учебного года образовательное учреждение сегодня посетил глава региона. Вениамин Кондратьев осмотрел классы, а также пообщался с преподавательским составом. Просторные кабинеты с современным оборудованием, мощное спортивное ядро и игровые зоны. В таких условиях будет учиться подрастающее поколение. На Кубани должно быть больше подобных учебных заведений, уверен губернатор. «Удивляясь такой школе, такому оборудованию нужно больше. В моем возрасте школьном, конечно, такого не было. Но и жизнь была другая. И в вашем, я тоже уверен, в школьном возрасте тоже такого не было. А сегодня мы обязаны создавать условия для детей, чтобы они были готовы к современной жизни. Готовы к современной жизни. И вот здесь, если мы не создадим условия, и они не будут готовы к современной жизни, к сегодняшнему прогрессу, мы не двинемся вперед. И вот это все в таких школах. Сердце радуется, еще раз подчеркиваю, я уже сказал коллегам, конечно, хотелось бы, чтобы такие школы были везде, и большинство везде. Но для этого нужно еще многое сделать. Но отказаться мы не можем. Строительство таких школ не имеем права, если мы хотим идти вновь со временем. А это основное сегодня условие развития и мальчишки и девчонки как личности, как успешной личности, как и в целом развития нашего региона. Школа в московском микрорайоне будет работать в две смены. 2 сентября она примет более трех тысяч учащихся. Ну а в Сочи сегодня тоже обсудили готовность системы образования к новому учебному году. По традиции, перед 1 сентября в городе прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы города-курорта. Чиновники и правоохранители выслушали руководителей образовательных учреждений, у которых еще остались проблемы и вопросы, а также рассмотрели предложения, которые помогут их устранить. Контрольные комиссии завершили проверку школ и детских садов. Во всех образовательных учреждениях города разработаны нормативные документы по антитеррористической защите. Установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Сегодня члены антитеррористической комиссии еще раз оценили ситуацию на местах. Обсудили общие вопросы безопасности, в том числе пожарной и санитарно-эпидемиологических требований. Особых проблем, да и претензий у контрольных служб к школам нет. Лишь кое-где необходимо увеличить высоту забора, а дорожникам привести в порядок пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Сделано очень много. Все, что касается школ, детских дошкольных учреждений, то, что касается охранных мероприятий, мы довольны тем, что все школы имеют сегодня по два аттестованных охранника. Мы довольны тем, что все периметры ограждения школ оборудованы в полном объеме видеокамерами. И сегодня мы констатируем тот факт, что если человеческий фактор будет работать очень правильно, а он зависит исключительно только от вас, потому что в любом случае за безопасность на объекте несет ответственность руководитель. А это значит, что директор. Если будут сегодня еще замечания от правоохранительных органов, незамедлительно принять меры к тому, чтобы 1 сентября, вернее, 2 сентября, в день знаний мы в обязательном порядке должны отправить наших деток в совершенно безопасные объекты. Защита и безопасность детей – задача приоритетная. Перед праздником знаний полиция перешла на усиленный режим работы. В Сочи за каждым трудным подростком закрепили наставников. Тему обсуждали накануне в городской администрации. Практики закреплять за трудными подростками наставников в Сочи уже 10 лет. Идея принадлежит мэру Сочи Анатолию Пахомову. В городе на учете сегодня состоит 340 детей. Наставника получит каждый. Само количество вот таких детей, нуждающихся во внимании, оно относительно невелико у нас. Это всего 0,05% от общего количества детей и подростков, проживающих в нашем городе. Но каждый из нас понимает, что это не просто 0,05%, а это конкретный ребенок, конкретный подросток, за которым стоит своя история. Из какой сферы будет наставник, спорт, культура или наука будут решать, исходя из интересов самих детей. Большинство ребят, которые стоят на учете, на них может воздействовать только либо сильный тренер, либо сильный мужчина, добившийся всего, и тоже очень авторитетный. Поэтому слабочков в наставничестве быть не должно. И назначенцев тоже не должно быть. Специальным гостем совещания стал Григорий Гладков. Автор известных песен, например, к мультфильму «Пластилиновая ворона», считает, что развивать институт наставничества – отличная идея мэра. Старшее поколение должно передать новому поколению все то, что у них получилось. А ведь взрослые, они передают не только свои профессиональные навыки и опыт, а не передают страну, самую большую в мире, самую богатую страну, следующему поколению. Поэтому эта задача очень важна, очень великолепная тема. И Анатолий Николаевич Пахомов, конечно, молодец. За прошлый год, благодаря кропотливой работе наставников, с профилактического учета в полиции снято 16 трудных подростков. А за 10 лет реализации проекта наставничества в Сочи, путевку в нормальную жизнь получили 158 детей. Ну а как стать успешными, сочинским школьникам расскажут известные фигуристы. К проекту «Я – лидер» подключились участники ледовых шоу, которые регулярно гастролируют на курорте. Детали обсудили на встрече спортсменов с участниками сочинского социально-педагогического фестиваля, который в эти дни проходит в городе. В Сочи 167 образовательных организаций, и воспитанники каждой с интересом пообщались бы со знаменитыми личностями. Мы можем передать и научить, в том числе, ваших учеников, ваших детей чему-то хорошему, чему-то новому в плане искусства, в плане музыки, в плане эстетического воспитания. Сами знаем, как это непросто. И, к сожалению, оценка того, что вы делаете в своей жизни для наших детей, для своих детей, для чужих детей, приходит немножечко с опозданием. Что касается ледовых шоу, то для организованных групп сочинских школьников разработана специальная бонусная программа. Мы рады, что наши долгие отношения продолжаются, и они будут развиваться в другом русле совершенно, в рамках проекта «Я – лидер». Мы очень надеемся, что олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы по фигурному катанию придут к нашим ребятам и расскажут, как стать лидером, что для этого необходимо. Не только таланты, способности, большая работоспособность, умение общаться. После обсуждения сотрудничества всех участников социально-педагогического фестиваля пригласили на бесплатный просмотр спектакля. В гости к сочинским детям отправились российские хоккеисты, участники Кубка мира приняли участие в акции «МХЛ детям». Нападающие Ярославского лока Николай Коваленко и Владислав Рыбаков посетили Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Для них это второй визит в центр. Коваленко и Рыбаков были тут год назад и подарили учреждению специальный тренажер. Год спустя они увидели свой подарок в действии. Воспитанники центра активно занимаются на нем. Хоккеисты дали ребятам несколько советов для правильных тренировок. В гости приехали не с пустыми руками. И в этот раз Николай Коваленко и Владислав Рыбаков, а также талисман клуба «Сочи» Лео вручили всем набор школьника, который будет полезен в новом учебном году. Впрочем, главный подарок преподнесла молодежная хоккейная лига. В центр привезли оборудование для обустройства сенсорно-динамического зала. Среди воспитанников Адлерского центра много спортсменов. Например, помощь здесь получила чемпионка Паралимпийских игр 2004 года, медалистка Паралимпиады 2008 Елена Паутова. Среди действующих воспитанников есть и хоккеист. Встреча завершилась с конкурсами, в которых участвовали и воспитанники, и Лео, а хоккеисты провели небольшой мастер-класс и автограф-сессию. Все, чем молодежь сегодня живет и дышит, она с готовностью и продемонстрировала. В Адлере прошел открытый региональный фестиваль «Молодежный Катран». Ежегодно фестиваль собирает в Адлерском парке десятки участников – вокалистов, танцоров, бардов. Это не обязательно профессиональные коллективы и солисты. Здесь представить свое творчество могут все желающие. В первый день участники показали свои достижения в брейк-дансе и хип-хопе. Во второй были представлены оригинальные инструментальные жанры, эстрадный вокал и современная хореография. Мы привезли 8 танцевальных постановок разных возрастных категорий – от 3 лет до 16 лет. Все нравится, ждем результатов. Девочки очень сильно переживают. Я думаю, что мы справимся. Мы как бы вокалисты, люди творческие, и мы должны развиваться в дальнейшем. И судьи нам дают бесценные какие-то замечания, говорят, но даже не замечания. Мы благодаря их пометкам каким-то делаем для себя выводы и, естественно, растем. В итоге специальный приз жюри «Хрустальный Катран» уплыл в Абхазию. Его получил бибой Аваст. Гран-при получили три конкурсанта – танцоры-братья Арбузовы, певица Ксения Каратынская и Адлерская трио спортивной гимнастики. Учителя оторвались на тарелках. Снять стресс и зарядиться положительными эмоциями сегодня смогли педагоги трех сочинских школ. А их ученики побывали на уроке зоологии и увидели новорожденных лемуров Катта. Обо всем по порядку расскажет Татьяна Говоркова. Ну вообще, счастье теперь мне привалило. Вот такое. Тарелки – вполне подходящий вариант, чтобы выплеснуть негатив и зарядиться положительными эмоциями. Бросая их в стену, можно кричать и бить их сколько душей угодно. Главное – делать это не дома, а в специальном месте. Благо, такое есть в парке Ривьера. Для педагога первой гимназии Юлии Жиба – такой антистресс в новинку. Теперь она знает, куда приходить за перезагрузкой. Вообще, я очень рада такой представленной возможности, что получилось выплеснуть весь негатив за накопленный год. Хотя в конце лета его уже осталось все меньше и меньше, и пойти с хорошим настроением в новый учебный год. Положительными эмоциями зарядились и дети, ученики первой и восьмой гимназии 85-й школы. Вместо тарелок в их руках оказались пушистые кролики, которых можно гладить и кормить в контактной зоне зоопарка Рио. А еще козы, морские свинки и кенгуру Тайсон. Он свободно разгуливает по территории зоопарка. Познакомились дети и с крокодилом, но через защитное стекло. Это нильские крокодилы. Нильские крокодилы являются самым опасным крокодилом в мире, потому как он вырастает более 5 метров и способен съесть больше всего в лесу. Урок зоологии для ребят провел заведующий зоопарком. Он рассказал не только о нильском крокодиле, но и о других экзотических животных, обитающих в Рио. А их более 50 видов. Кстати, недавно в зоопарке случилось пополнение. У лемуров Джуси и Джулиана родились два малыша. Администрация зоопарка приглашает всех принять участие в конкурсе и придумать им имена. Буквально в течение одной недели у нас будет запущено небольшое мероприятие в сети Инстаграм. Каждый желающий и разный человек может принять участие и помочь нам подобрать имена для ремонта. У нас появилось два мальчика, поэтому мы объявим, на какую букву будем подбирать имена. И лучше, конечно, имена будут разыграны. Я думаю, что у нас также будут разыграны призы и какие-то экскурсии. Специальные подарки к началу учебного года подготовил и сочинский дельфинарий парка Ривьера. На шоу дельфинов предоставляется скидка. 30, 31 августа и 1 сентября у нас акция для детей. Скидка 50% дети от 5 до 18 лет. Детки до 5 лет бесплатно, но в сопровождении взрослого. Кроме этого, для всех школьников 30, 31 августа и 1 сентября будет бесплатный вход в интерактивный музей занимательной науки «Гениум». Дети смогут совершить экскурсию в мир современной робототехники и узнать интересные факты из анатомии человека. Посещение этих выставок возможно только в сопровождении взрослых. Кстати, провести время с пользой в «Гениуме» детям можно не только семьей, но и с учителями. Им тоже необходимо зарядиться позитивными эмоциями перед школой. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радис» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.